А ты разве не знаешь, что мастера мати Икшальт с нечистой силой? Ты гиены огненные не боишься? А если бы я знал, что мать и сам дьявол, я бы и тогда не отступился Почему не указано конкретное местонахождение вещественных доказательств? Лев Поляков, народный артист СССР, лауреат всех существующих премий И к тому же, если вам известно, он еще и гениальный скрипач Ну, известно Ей 265 лет Это Страдивари периода рассвета Она называется Санта Мария Никогда такое слышал? Ну, как эти неприскорбные на свете массы вещей, которых вы никогда не слышали? Минотабр В греческой мифологии чудовище человека бык Был помещен в подземный лабиринт, куда ему приносили в жертву семь юношей и девушек У инструмента есть какая-то цена Кажется, 300 тысяч золотом Но это ерунда Люди привыкли свой страх, невежество и беспомощность сваливать на других Самая небыльная работа это у царя А сыщик обязан найти вора В тюрьму? Как это в тюрьму? Я не вор Зачем же меня в тюрьму? Зачем меня в тюрьму? Я же ничего не брал Ну, повелосердствуйте Я же ничего не брал, гражданин начальник Я же не брал ничего Не стреляй! Мы пережили страшную войну Может быть, самую страшную в истории человечества войну Чтобы загладить все это, нужны годы Может быть, десятилетия Я ждать не могу Оперуполномоченный старший лейтенант Шарапов для прохождения службы прибыл Пулевое ранение в голову Приступайте Ларочка была очень талантлива Она мечтала стать актрисой Иван Сергеевич, доктор Ему не нравилось Ларочкино увлечение театром Не убивал я! Я вам всем заявляю, слышите? Не убивал! Погоним, ребята Молки позорные! Что это за черная кошка такая? Грабят магазины, склады, сберкассы А главное, людей режут И где не покажутся Там обязательно или углем черную кошку нарисуют Или котенка подбросят Я ведь тебя зубами загрызу, слышишь, Володенька? Угрозы! Стреляй! Стреляй, Клепный Горыч! Шарапов, найди его Даже если меня судят, найди Место и время операции изменить нельзя Последний пароход в Константинополе шел без меня И вот теперь я здесь И зовут меня Цыган А меня Француз Трактир на Пятницкой знаешь? Ты там бывал? Нет Пошел Не говорите мне о нем Еще былое не забыто Он виноват один во всем Что сердце бедное разбито Серый, помоги Зацепило Маленько Некогда, Ленечка? Некогда? Шесть ограблений за два месяца Ну ищем, Петр Петрович Ищем Я вот навел справки Вернулись из заключения Лопатин Сергей сидел за убийство Рыбин, кличка Серый, отбывал за грабеж Иван Середа сидел за разбой Ну вот и разрабатывайте эту публику Че ломаешься? Плачу? Поднимите деньги Очень прошу Целыми днями пропадает бог знает где Читает какого-то Шерлок Холмса А бомбы? Он тащит их в дом Истекающая, как шарахнет! Володя! Уголовный розыск я всю жизнь мечтал Ты октябрьских? Мы должны их Секс скрутить Уехал на операцию! Это ж надо! Еще только самогонные аппараты не делают Ну вот как вы себе представляете? Табак и во временной пользе Внимание! Следствие ведет Владимир Патрукеев Дмитрий Харатьян Александр Соловьев Борислав Брандуков Александр Тельяненко Ирегимонтас Адамайтис Зеленый фургон Вот такую коллекцию Начал собирать еще отец бывшего хозяина дачи Сынок продолжил И отбывая кое-куда схоронил таким образом А он знает, что вы нашли? Это его золото За него он заплатил свободы Я ему говорил Я его предупреждал Пожертвовал счастьем Спасибо за любовь и верность И готов убить любого Это страшно, человек Зверь, меняющий лица Как его остановить? Человек-невидимка какой-то получается Да, человек-невидимка и есть Олег Даль Соскучилась? Любовь Полищук Я чувствовала, что он занимается чем-то таким Евгений Кендинов Нет-нет, вы не спешите Если вы за милицией, то я уже здесь Михаил Глузский А о нашей встрече ничего никому Золотая Случайная находка Ставит неразрешимые вопросы У обочины дороги Обнаружен мешок с частями человеческого тела Никаких характерных признаков Установить не удалось Я говорю, приехали, тупик Свидетели темнят с ответами А вы до сих пор что-то Скрываете, обнял Лушете мне Не хотите сказать все правды Как сохранить душевный покой Исследуя темную личность преступника Пока недоем, никуда не поеду Уголят как психом Боятся только те, кто чувствует за собой вину Тертый калач Оттерый Противостояние Я уже доложил прокурору И он поручил приступить к расследованию убийства Крупанина Пока мне Я считаю, что Крупанин связан с деньгами Которые были обнаружены у Губанова Уж очень похож на человека Который по описанию Ракова Оставил чемоданчик в камере хранения Это мы легко установим завтра же Сегодня Покажем фотографию Ракову И еще одна деталь Которая объясняет Странное поведение того человека Он даже не обратил внимания На окрики Ракова И Вестогузов показывает Что знакомый Губанова Очень громко разговаривал Как будто он глухой А Крупанин глухой С детства И это не все Он работает Работал Да, работал На овощной базе Вот завтра утром Сегодня утром Ты, Алик И займешься этим Думаю, что между этой базой А Лабашлыком и Светогорском Существует какая-то связь Во всяком случае, теперь понятно Почему Губанов согласился ввести деньги Даже без вознаграждения Да, ну хотя вознаграждение Какое-то ему обещали Ну там в размере полутора-двух тысяч Именно этих денег ему не хватало Чтобы купить библиотеку Оказалось, что это цена его жизни В эту историю плохо вписывается Один человек Соманишвили Почему? Он родом из Лабашлыка А ты что молчишь? По-моему, мы должны искать человека Который оставил тебе записку В квартире Губанова Получается, что он знал О готовившемся убийстве И даже предупреждал нас Не нас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Все, что вы рассказали, очень интересно Но на сегодня практически установлен только один факт Личность погибшей Установлен он вами быстро Но это пока все Все Вы много тут говорили о подростках Подругах погибшей Об их приятелях с домостроительного комбината О владельцах автомашин О всяких там Математических вычислениях Но все это почему-то не провергает заключение врачей и криминалистов, а? Убийства не было Насилия не было Смерть ненасильственная Виновных нет А есть просто Несчастный случай Конечно Вокруг любого несчастного случая Можно насобирать множество фактов Детали там, свидетелей Но наша задача не в том, чтобы запутывать А наоборот, распутывать Вы много тут чего накрутили А к чему? Все это теперь придется разгребать нам А в результате мы вернемся к исходным К тому, что было установлено с самого начала Несчастный случай Я хочу внести ясность В то, в чем ясности не вижу Да вы ставите много вопросов Вы пытаетесь на них ответить А искусство следствия в обратном Снимать вопросы Вы выдвигаете в новые версии А искусство следствия устраняет эти версии Для того, чтобы осталась одна Но самая истинная Самая действительная Твердо установлено одно Девушку везли белые жигули Ах, позвольте, там еще были темные синие Ну и что? А завтра выяснится, что были желтые Красные, бордовые Ну что, теперь давайте их все устанавливать Ну? Вы искусственно расширяете круг проблем Вместо того, чтобы отбросить несущественные Мешающие остановить правду Подожди Слушай, Сережа В чем ты видишь свою цель? Ведь убийства не было В прямом смысле Убийства не было Да, Сережа Равнодушие Товарищ капитан Задержанный дедушкин доставлен Если бы у капитана Тихонова Был детектор лжи Допрос выглядел бы так У вас есть войлочные тапки? Нет, у меня нет Войлочных тапочек За что вас наградили этим орденом? Однажды в Ялте я купался В штормовую погоду Что еще есть у вас в чемодане? Ну, не знаю Чепуха всякий Но у следователя нет ни детектора Ни единой улики Я докажу тебе, что воровать нельзя Если я этого не сделаю То уйду из воры Красиво Остается только одно Стой, не шефа! Идти до конца Всеми правдами и неправдами И каждый раз, когда ты будешь красть Я буду приходить, ловить тебя и сажать Ловить и сажать Экранизация детектива Аркадия и Георгия Вайнеров Вот что, Алеша Займите-ка ты напоследок этими билетиками Возьми Алеша, действительно горе сыщик Мог бы для приличия хотя бы удивиться Два года не виделись Но как же так случилось? Закончил технологику, химик, игру милиционера Ну, комсомол дает путевки ведь не только милиционер Ага Ах, легавый Завтра утром пойдешь вот в этот институт Поформишься на работу Фамилия Алеша Дай мне землю Подлец Прикрути Ты что? Крылышки укороти Покать не будешь Ну, бей Бей, гадина Проспись Химик Молодой Александр Александр Збруев В советском детективе Два билета на дневной сеанс Двадцати двух билетов Все, ничего Девушки отдыха Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok